всем привет сегодня я буду варить вернее уже варю суп с плавленым сырком я его уже готовила как-то но я решила в таком формате вам показать как я буду готовить у меня уже есть готовый бульон это бульон из курицы ножки потом лук зеленый поэтому бульон у ластинки и лавровый лист теперь в принципе ничего такого сложного то есть это быстро готовится теперь я почищу картошку так как я не подготовила сейчас бульончик у меня закипает я добавлю картошку буквально две картошки будет у меня зажавку я делать не буду у меня есть отваренный рис я тоже его добавлю в этот суп немножко риса у меня осталось хочу сварить такого супа чтобы есть 2-3 дня просто буду кубиками крышите картошечку я ее помыла вот прямо даже сразу кастрюльку я сделаю сейчас немножко проще ну плавленый сырок конечно добавляется в конце насколько я знаю поэтому надо будет поварить картошку прикольно что от зеленого лука вода такая зеленая ну желтая получилось приятный цвет такой для бульона вот просто так вот это не на выставку также в конце я добавлю укроп зелененький перчик так ложку мы добавим теперь ждем пока она сварится немножко увеличим огонь размешаем нормально можно сразу и рис туда добавить он у меня немножко доваренный поэтому он доготовится буквально три ложки суп реально вкусно удобно такую большую кастрюльку сварить и не париться несколько дней так пускай варится а мы пока также немножко добавлю чесночка готов чесночка ручка мясо которое я вытащила я кстати сварилась бульон вытащила мясо чтобы вы знали ну вот чтобы его порезать отделить от кости просто вот оно у меня здесь мясо сейчас его отделю от кости оно хорошо у меня долго варилось потому что косточку нам не надо оно несъедобно оно несъедобно косточку можно брызть при желании я сейчас сделаю так порежу наше мясо сырок плавленое сейчас немножко чтоб бомбина было так все теперь мы сделаем вот так вот берем наше мясо его немного но много нам не надо порежем порежем его вот такими кусочками раньше я никогда так не готовила по рецептам а по рецепту в принципе очень даже прикольно так получается просто вкусненько так назад его в тарелочку теперь у нас есть два плавленых сырка я на такую кастрюлю я взяла плавленые сырки подороже потому что если взять подешевле то они будут расплавляться поэтому надо не экономить сильно уже а брать подороже у меня есть терка конечно можно на терку их заделать вот прям так вот даже они очень классно режутся теркой натираются сейчас сварится наша картошечка и рис доварится он практически готовый поэтому ему там нечего готовиться так сырок классный ну допустим есть сырки по 6 гривен а эти по 12 а я сделаю один так а один порежу чтоб были и кусочками так пахнет очень хорошо уже так 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 Кубиками порежу, и будет вкусненький супчик. И у меня тут есть зубчик чеснока. А у кого какое любимое блюдо? Может вы мне что-то подскажете? Такое, не сильно жирное. Так, у нас закипела водица, бульон. Уменьшим огонь. Пускай оно маленько варится. Помешаем. Тут долго оно не будет вариться. Можно подсолить бульон. Так что поделитесь своими любимыми рецептами. Может какого-то супа интересного. Хороший бульон. Сейчас еще немножко поварится. И мы добавим туда мясо. Плавленый сырок. С немножко чеснока. С небольшим количеством чесночка. Хотя можно и больше. Сейчас я посмотрю. Суп типа рекомендуется вместе с гринками на чертое чесночком. А мы попробуем просто добавить. Посмотрим как будет. Особо сильно такого запаха не будет. Потому что он сварится. Но все равно останется аромат. Чеснок придает хороший аромат. Сейчас почистим. Чеснок у нас молодой. Молодой добровый. Так. Ну все. Я думаю можно кидать сюда уже наш сыр плавленый и мясо. Погружаем это все с чесночком. went. listed역. Вмешаем это все. немножко увеличила огонь чтобы она проварилась сыр хорошо растворяется сейчас подкрышем лучка и укропчика чтобы он был зеленый зеленый он был так А сейчас грузим и колесо. Укропчик очень хорошо пахнет. Сейчас еще немножко подсолю, потому что как-то маловато соли, я пробовала тогда так, было маловато, так, у нас уже растворился сыр, полностью, почти. Тот, который на терке, растворился, а тот, который кубиками, немножко есть на дне. Такой у нас белый-белый получился суп, как с молоком. Белый-белый. Готово все уже. Сейчас добавляем лучок и укропчик. У нас он будет такой, как коктейль. Так, выключаем сразу. Добавляем еще лавровый лист, потому что он добавляет аромат. Так, добавляем листочек. И можно еще перца туда добавить. Перец я люблю острый. Все, теперь просто накрываю и пускай настаивается. Вот такой он получился у нас. Хорошо пахнет зеленью. Ну все. Наш суп готов. Приятного аппетита. Такой получился зеленый, зеленый молочный. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok